Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Краснодаре. Меня зовут Юрий Озаровский. И сегодня я привез Машуню на второй визит к нашему самому лучшему в мире зубному врачу Сурену. Приехали мы в Краснодар на улицу Яна Полуяна, 53. И сегодня сейчас вам Сурен рассказывает, чем мы будем заниматься. Очень многие из вас спрашивают о том, сколько стоит тот или иной вид услуги. В описании к ролику есть адрес сайта, там все цены указаны. Если вам сложно зайти на сайт, напишите, какие услуги вас интересуют, и вам ответят представители клиники в комментарии под этим видео. Вы можете в любой момент позвонить по номеру телефона, который указан сейчас на экране, и вам также ответят и скажут любой вид услуги, сколько стоит. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас второй день лечения. Меня зовут Сурен Арманович, я доктор-терапевт клиники Эвадент. Сегодня мы будем лечить кариес. Мы проведем анестезию, чтобы убрать все болевые ощущения зуба. Откроем. Анестезия у нас состоит из двух этапов. Первый этап – это аппликационная анестезия. Мы специальным гелем обезболиваем слезистую полость рта, чтобы во время анестезии было менее болезненно. Откроем. Сейчас делаем глубокий вдох носом. Отлично. И спокойно дышим носом. Все хорошо? Угу. Делаем еще один глубокий вдох носом. С этой стороны анестезия менее приятная. Сполоснем слива от вас стоит стакан с водой. Больно было? Мы сегодня лечим вторичный кариес, который образовался под пломбой и с течением времени. Сейчас мы убираем старую пломбу, будем работать с водой. И закипела работа. Сурен начал удалять. Я вот стою здесь такой красивый, модный. Но такой вид одежды мне необходим, чтобы никакая зараза с меня там с улицы не смахнулась Маше. Сейчас сполоснете. Карьезную полость мы убрали. Кариес со средних размеров. До пульповой камеры кариес не дошел. То есть зуб у нас остается живой, с нервом. Сейчас мы изолируем зуб от полости рта и будем вставить в пломбу. В прошлый раз, когда лечили Маше зубки, было очень много вопросов про синюю такую вэйш, которую вставляли Маше в рот и уже сверху делали. Сейчас мы попросим Сурена, чтобы он нам рассказал, что это ее. Вот этот резиновый платок называется кофердам. Он устанавливается на зуб, чтобы во время лечения кариеса, либо осложненного кариеса, в полость зуба нам ничего не попадало. Это, как может быть, и дыхание пациента, и слюна пациента. Также во время нашей работы, когда мы работаем агрессивными препаратами, чтобы в полость рта ничего не попадало. И это служит очень хорошим условием для хорошей упаковки пломбы на полость зуба, чтобы пломба стояла намного герметичнее, чем без него. Сейчас будете ощущать давление на зуб. Стараемся расслабить. Сурен сказал, что существует он уже больше 125 лет, этот кофергам. Почему же его не используют так сильно, ну, большой-большой вопрос. Сурен сказал, что многие не умеют его ставить. Сейчас мы устанавливаем сепарационную матрицу для восстановления стенки зуба. Клин, который будет удерживать нам хорошую плотность матрицы. Также дополнительно мы устанавливаем сепарационное кольцо, чтобы у нас контакты зуба были хорошие. Прекрасно. Как же интересно наблюдать за тем, как работает мастер. Все его движения отточены, все очень круто смотрит. Цвет пломбы у нас будет А2. Сейчас мы наносим адгезив на полость зуба, чтобы у нас сцепление пломбировочного материала к зубу было максимально хорошим. Далее идет уже восстановление зуба, то есть повторяются однообразные движения, одни за одним. Самое важное, что вы сейчас можете заметить, что Маша потихонечку... Маша сейчас тоже уснет. Мы откорректируем пломбу по прикусу и лечение этого зуба на сегодня будет завершено. Кусаем, постучим, откроем. Это полировочная паста, финишная полировка зуба. То есть мы уже на стадии завершения полируем зуб и пломбу, чтобы они у нас были гладкие. Как ваши ощущения? Нормально. Все хорошо? По прикусу зубы смыкаете как раньше или что-то новое? Нет, будет все так же, просто немело. На сегодня лечение зуба мы завершили. Убрали вторичный корец, поставили новую пломбу. Через сколько можно кушать, пить? Кушать, пить можно сразу, главное щеку не покусать, так как у нас щека занемевшая, вы ощущать ее не будете. Пломба у нас стоит очень хорошая, то есть ждать 2 часа, чтобы она пришла в твердое состояние, нет никакого смысла, так как мы его засветили фотополимерной лампой, и она уже в том состоянии, в котором будет постоянно. Спасибо большое. Шел час времени у нас. Интересно было наблюдать за работой мастера. Я, кстати, во время пломбирования как раз-таки увидел, как у Маши тоже смыкаются глаза. Ребята, ждем вас в комментариях. Обязательно напишите ваши слова, понравилось вам, не понравилось. Может быть, еще какие-то замечания от вас выслушены. Всем спасибо. До свидания.